Собрались как-то за ужином инженер-дизайнер и коллекционер объективов Лейка. Инженер, возьми да и скажи, а давай-ка делать такие объективы, чтобы все могли угодить. И на Sony прицепить можно было, и на Panasonic, и на Fuji, и на GH5, и стоили бы они еще при этом очень недорого. И все бы ничего, да, инженер был китайским, и сидели они не втроем, а всемиром. Вот, кстати, эти ребята. Посидев, поболтав еще немного, они пришли к выводу, что владеют достаточными знаниями и навыками, чтобы запустить массовое производство таких объективов и начать внедрять их по всему миру. Имя своему проекту они дали Seven Artisans, что означает 7 ремесленников, 7 мастеров, 7 художников, 7 артистов. Называй как хочешь, не знаю. 7 ремесленников, по-моему, самое правильное. Смысл от этого не меняется. Спросишь, почему на фотке их 8? Не знаю, возможно, потому что они китайцы. Итак, неожиданно для всех, а особенно неожиданно для меня, магазин Кремлин Стор прислал мне на... Боюсь произносить это слово. Прислал поглядеть мне на вот эти два замечательных объектива. И хочу сказать огромное спасибо этому магазину, потому что благодаря вам я теперь знаю, что эти объективы мне... Хочу сразу сказать, что я позвал вас всех не для того, чтобы продать эти объективы. Мы собрались здесь все для того, чтобы послушать мое скромное, непрестальное мнение. Нужны ли тебе эти объективы? Как они снимают? Как они выглядят? Из чего состоят? И вообще, нужны ли тебе такие фокусные расстояния? Если я решу тебе что-то продать, ты об этом сразу же узнаешь. Или почувствуешь, или я тебе скажу заранее. Не переживай об этом, друг. Итак, Seven Artesans, китайский бренд, основанный в 2015 году, группой энтузиастов, которая спустя 5 лет начала выпускать всю линейку недорогих объективов. Кто-то сейчас скажет, фи, китайские объективы, пойду-ка я куплю лучше Canon или Sony или Leiko. Но хочу тебе напомнить, что все стабилизаторы, которые пользуются практически весь мир китайских брендов, например, сверхпопулярные Zhiyun, там, Moza или Axon или, не дай бог, DJI. Это все китайские бренды, которыми пользуются куча профессионалов по всему миру. Может, и Seven Artesans станет когда-нибудь DJI. Китайцы молодцы, они уже давно не те китайцы, которые делают Abibas или Nuke. Короче, китайцы действительно молодцы. И много хороших китайских фирм, на которые стоит присмотреться. Итак, что они делают? Они берут, например, за основу какой-нибудь известный объектив, например, советский объектив, какой-нибудь Helios. Берут его в оптическую схему, разбирают его и просто копируют, создают точно такой же объектив, который стоит 10 тысяч рублей. Но об этом чуть позже. Seven Artesans — это не первый китайский бренд. До них были немало известные Viltrox, Young Noa, Mikey, Vinatar, Ulanzian, Light Dawn, Queen Kone, Apexel, Gojen Gones, Go Doe Joke, Jo Doe Gold, Jo Doe Gold, Jo Doe Doe K. Если ты думаешь, что это все китайские бренды объективов, вот тебе весь список. Впечатляет, да? Я тоже немного обалдел, когда увидел. И вот теперь Seven Artesans тоже стремительно набирает популярность среди этих объективов. Итак, объектив Seven Artesans 60 мм 2.8 макро. Пришел он вот в такой упаковке. Это твердый картон, очень стильный. Вот такая черная коробка. Здесь интересные шрифты. Думаю, что дает все-таки о себе знать рука дизайнера. На самом деле, китайские упаковки стали сейчас очень классными. Вот, например, упаковка от объектива 2.8 Panasonic 12-35. Она такая же черная, такая же стильная, практически ничем не отличается. Такой же твердый картон, надписи, тут что-то и технических указаний. А вот, например, коробка объектива 714 Olympus, на которой я сейчас снимаю, который стоит раз, наверное, в 8 дороже, чем этот объектив. Тоже, как бы на первый взгляд, можно подумать, что это один и тот же бренд. Я даже не удивлюсь, если честно, что они просто скопировали дизайн коробки и вообще весь материал с вот этого Olympus. Он внутри практически такой же. Тоже такой же черный, стильный, классный. Приятный на ощупь и, в общем, классный. Но, в принципе, коробку можно сделать, наверное, не так дорого, как сам объектив разработать. Но что внутри коробки гораздо важнее, чем то, что у нее снаружи. Эргономика. Объектив железный весит полкилограмма, 500 грамм, довольно увесистый. Полностью металлический, металлический хромированный байонет, что внушает какую-то надежность и доверие. Очень плавное кольцо фокусировки и наличие вот такого выдвижного хоботка. На самом деле, это бленда и очень круто, что она скручивается. Такая конструкция прятать бленду внутри или снаружи не нова. Например, на Olympus 40-150 тоже бленда всегда с собой. Но мне здесь нравится больше, как она сделана. Хотя, это тоже не всегда, на самом деле, удобно. Возможно, было бы лучше, если бы ее спрятали внутрь, не знаю. Вообще, на самом деле, с макрообъективами я встречаюсь впервые. Что, на самом деле, отличает макро от не макро? Макрообъектив – это такой объектив, который может сфокусироваться на очень близком расстоянии. Причем, что показатели этого объектива довольно хороши. Дистанция фокусировки этого объектива, как написано здесь и как написано в описании, это 0,26 метра или 26 сантиметров. Нужно понимать, что эти сантиметры не от края объектива 26 сантиметров, а 26 сантиметров от матрицы. То есть, вот так и примерно вот настолько. Не знаю, понятно ли я объясняю. И как пишут здесь, на самом объективе, при такой дистанции фокусировки изображение будет один к одному. Что это означает? Это означает, что физический размер предмета, который вы снимаете или фотографируете, полностью соответствует тому размеру, который проецируется на матрицу. 60 миллиметров на GH5 при кропе 2 получается 120 миллиметров. Это довольно непросто. Без штатива очень тяжело справиться. И с рук снимать действительно непросто. На самом деле в видео я не знаю, где такое можно применить. Если только может быть предмет на съемке, или если ты не дай бог свадебщик, и тебе нужно поснимать кольца, или туфли, или галстуки, или что там еще обычно снимают во свадьбах. Такой объектив, наверное, может пригодиться. Итак, погнали дальше. Кольцо фокусировки очень плавное. Причем, что когда ты начинаешь наводиться на резкость, вот эта бленда, она вылазит. Прочитал, что эта бленда нужна для того, чтобы, ну, во-первых, убрать по блике, и для того, чтобы можно было опустить ее в воду, и поснимать в воде без бликов. Кольцо фокусировки имеет очень долгий ход, в районе 300 градусов. У Seven Artesans все объективы полностью ручные, полностью механические. Когда ты будешь надевать объектив на свой фотик, у тебя будет полностью отсутствовать информация об объективе, о его диафрагме, и ты не сможешь ее переключать с камеры. Все остальное будет работать, там выдержка и все остальные параметры. Диафрагму ты можешь управлять только с объектива. Короче, вот у меня есть объектив советский Helios. Диафрагма ручная, ступенчатая, то есть у тебя каждый стоп идет ступенями. Здесь же диафрагма крутится очень плавно, даже в момент съемки ты можешь затемнять или осветлять картинку путем закрывания или открывания диафрагмы. То есть это будет у тебя не ступенями, не стопами. С контровым светом сразу же хочу сказать, что он не очень справляется. Например, вот когда я снимал один и тот же шот на этот объектив и на штатный объектив 12-35 Panasonic, этот с контровым светом справлялся гораздо лучше. Фонарь подсвечивал, засветов практически не было, то есть он полностью справлялся с контровым светом. На этом же объективе появился засвет, причем что диафрагма была открыта на одинаковое значение. За неделю, что у меня есть эти объективы, я поснимал не так много, но достаточно, чтобы у меня сложилось какое-то свое мнение о них. Первый момент, когда я только достал их из коробки, а первым был вот этот объектив. Выглядит он действительно здорово, у него очень красивое стекло, у него очень широкая диафрагма, диафрагма, которая раскрывается до 1.4, это вот такая вот линза. Что касается этого объектива, я просто испытал эстетическое удовольствие, вращая кольцо фокусировки и фокусируясь на объекте. Единственное, что может кого-то смущать, тем более, если вы находитесь на свадьбе в ЗАГСе, где много людей, которые за вами наблюдают, так за фотографом, и когда вы начнете фокусироваться близко, подойдя к невесте и фокусироваться на ее кольцах, у вас будет выдвигаться вот такая бленда, мне кажется, лучше ее снять, чтобы ни у кого не возникало вопросов в голове и всяких разных непонятных ассоциаций. Короче, первое впечатление у меня было положительное, но после того, как я поснимал на них неделю, я хочу сказать, что, ну, мне бы такой объектив, наверное, не пригодился. Короче, если ты хочешь понять, что такое макросъемка, что такое макрообъектив, что такое 60 мм с механической диафрагмой, с очень хорошим качественным кольцом фокусировки, и если в твоем городе нет рентала, как у меня, и ты не можешь пойти и взять там себе какой-нибудь топовый макрообъектив и начать на него поливать там весь микрокосмос, макросъемки, я рекомендую тебе заказать этот объектив, попробовать, даже если он тебе не понравится, ты всегда можешь его просто поставить на полку, и он будет классно смотреться, и все будут думать, что это типа киношный объектив, потому что у него механическая диафрагма, ручная фокусировка и все такое. В общем, надеюсь, что тебе было полезно это видео, оно не особо информативно, потому что я не разбираюсь в объективах. Если тебе интересно, ссылка на эти объективы у меня в описании, переходи по ней. А на этом все. До встречи. 10 тысяч рублей, это 4 раза заправиться у меня в крае вообще, это как бы цена ни о чем.